Ежегодно по государственным программам обеспечения жильем сотни нуждающихся улучшают жилищные условия. Но иногда отлаженный механизм дает сбои и приходится вмешиваться. В этом году с помощью Чувашской региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» справили новоселье два человека. Им вручили письма от Дмитрия Медведева. Виолетте Воробьевой сейчас 19 лет. В 2010 году она, как сирота, встала в очередь на получение квартиры в Батаревском районе. Девушке исполнилось 18, потом 19 лет. А очередь никак не продвигалась. В мае решила обратиться за помощью в общественную приемную. И уже 20 августа получила квартиру. Очень нравится квартира. Ремонт уже полностью сделала. Мебель купила. Анне Николаевне 84 года. И всю жизнь она прожила в деревне в Батаревском районе. Теперь она привыкает к городским условиям. Но получить сертификат на приобретение жилья удалось не сразу. Ветхий дом вдовы ветерана войны не сразу признали аварийным. В апреле текущего года старшая дочь Антонина обратилась в общественную приемную. Мы благодаря государству получили помощь в виде сертификата в сумме 1,090,000 рублей. Мы дети только чуть-чуть сложились, чуть-чуть буквально подержали. А так бы мы не смогли. Сейчас мама живет в этой квартире. Ей очень нравится, потому что все под рукой. Вот дети рядом. Вот я всегда при ней. Анна Николаевна – счастливая мать пяти детей. Бабушка 11 внуков и 17 правнуков. Радуются, что здесь не нужно работать по хозяйству и что дети постоянно рядом. В далекой от города деревне с этим было сложнее. Но и здесь она без дела не сидит. Вся квартира украшена вышитыми изделиями трудолюбивой женщины. Насколько я знаю, где-то свыше ста детей у нас в целом по Чувашской республике в этом году получили благоустроенные квартиры. Ну а то, что касается, безусловно, наших ветеранов или вдов, ветеранов Великой Отечественной войны, вот за время действия этой программы на территории нашей республики около пяти тысяч воспользовались этим правом. Ежегодно в региональную общественную приемную приходит более полутора тысяч человек. Проблемы у всех разные, но здесь всегда стараются максимально задействовать все ресурсы для положительного и скорейшего решения вопросов. Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика.